что такое у вас головой не творят пешеходы едут на сборку кто-то что там говорит ну будете поговорить нифига тебе ну что творишь так сейчас еще вызывают вы куда скрываетесь Т-976 РХ-36 Ну что делаешь-то, я не пойму ничего Ну что делаешь-то, Саши? Открывается место такое Ну ладно Да, сейчас началась самая большая работа А, вечер Спасибо Лучше здесь, наверное Да, мы не будем отходить Да вот туда О, вот сюда, бля Разобьет, думаю Здесь, бля, вот сюда вот поставьте Вот так Ну, вот сюда я вам поставлю А, и что? А, это кружки сахара А, туда-сюда же И мы сейчас будем в процессе, когда по очереди пить Ага Так, вот женщина принесла чай, друзья Спасибо вам, Матроны Спасибо вам, Матроны Так, вот это сахар Вот это две кружки вам Да, это мы будем по очереди сейчас Ага Вот вам салфетка Спасибо вам, даже салфеточка Вот это сейчас съешьте, какая теплая И булочка Да спасибо вам большое Да не за что Это без различия людей Не согласен Не согласен Поясню Я могу пояснить Вот человек тут, как вас зовут? Простите, забудь Юрий Владимирович Юрий Владимирович Вот у Юрия Владимирович есть отличные мысли Вот как сделать тут все по уму Отделить парковку Ну, как, скорее всего, и будет сделано, да? Вот У меня машины Но при этом А, ну да Вот Но при этом Юрий Владимирович живет уже там с каких-то годов Там он говорил, да? Долго-долго Не-не, я жил и в другом Ну, не важно, но долгое время тут живете, да? Но свои мысли умные, да? Достаточно логичные Он никуда не отсылал То есть ни предложения никакие не делал Ничего не делал, чтобы тут все было по уму Чтобы тут, где он живет, вот в его районе, в его городе было все хорошо И с парковками, и чтобы не... Чтобы человеку не то что... Ну, чтобы, короче, ему не надо было нарушать Чтобы людям не надо было нарушать Чтобы тут, вот, комфортно припарковаться Там... Я согласен с этим Вот Паш, Паш, Паш Иди сюда! Там вот, понимаете? Машины не думают Ну, все правильно, вызывайте ДПС Вызвали уже ДПС Отлично, все Все За нас это сделать, спасибо Да, ДПС вызвали Раз, два, три, четыре, пять Ну, иди ты, ты знаешь куда Сейчас ты и уедешь за Кулиган Мадам, поднимите, поднимите мусор Ты сейчас уедешь за Кулиган Мадам, поднимите, пожалуйста, мусор Отойди, просто зайди и все Отойди и все Отойди и все Отойди и все Придурок это тот, кто Он нарушает Совсем согласен Но, вот, на кого Сейчас здесь Это тот, который два раза наехал, да? Да Да А ты сейчас приеду ДПС по гроссофорке? Да никто не будет приезжать ДПС какой-то Чего вы поробите, ребята? Давай сами вызовем Какой нам надо? Ну, что, полдя Мечитесь Сложи, Паш И что, не приехали, да, ДПС? Беги быстрее Быстрее Беги Давай Кидайся В машину Быстрее Кидайся Локтями Чего ты ссышь? Ссыкло Ссыкло Чего ты, блядь, ссык? Кидайся Локтями Сделай ему пару дырочек Чего ты не кидаешь? Ссыкло Ребята, лайк этой парочки Чего ты ссык? Ссыкло Ссыкло Сазики убежали Ссыкло Галип Просто не заметил Быку Да не, не ДПС Я не знаю Можешь что-то задавить А, закидайся на машине Быку А я свинейку туда закидал Сядь Паша, езжай Пожалуйста, я впереди стою Езжай, езжай Смигай его Мне надо припарковаться Подверься Мужчина, смотрите Вы можете по правилам припарковаться Везде вот Вдоль дороги Паша, снимай Вот ехать Вот клоуна, да? Вон за эти деньги платят, ребята, да? Да Что в интернет выкладываете, да? Что в интернет выкладываете? Конечно Да молодцы, да и тролли Ну вот видите Кто-то вам мешает Кто-то там жалуется этого дома Жалуются, мол, не вам, а гаишникам они должны Жаловаться ДПС, правильно? Не тебе же Я не знаю, я вообще из Москвы ехал Поехал, посмотреть что у вас происходит Ой, ой, ой Не смеши пизду, она так смешная Знаешь что? Пизда смешная Не знаю какая у вас там смешная, не смешная Не смеши, не смеши Мы вообще приехали бы, когда настоящие ездят, ребята Они вам трёпку здесь задали бы, как гадким утятам А вы пристаёте к мужикам, обыкновенным работягам А какие ребята-то могут приехать сюда? Ну приехайте вечером, попозже А кто там? Какую трёпку нам задают? Да какой? Гадким утятам дали бы трёпку То есть гомосексуалисты приедут, да? Да Или кто? Давид, давид Значит, в правилах написано, вот так делать нельзя А вы не могли бы в 102 позвонить? Вызвольте Нет Вот так делать нельзя Ну вот видите В правилах написано А по правилам можно стоять перед машиной специально? Ну вы же стоите сейчас Перед машиной стоять Вы перед машиной стоите И кстати по правилам Алексей, зачем вы провоцируете наезд? Зачем вы провоцируете наезд? Алексей Не специально Не специально Мужчина, стоите, ждите Нам ребёнка надо везти Ты нормальный Подождите Нам ребёнка надо везти Ты нормальный Нет, пусть едет Пусть едет Алексей Правилах написано, что нельзя бросаться Алексей Алексей Пусть едет Сам прыгает под колёса Реально Пусть едет Ничего страшного Открыто ДТП Да Да езжайте Сейчас просто за ЕМГАИ Вы стройтесь в место Там сутки Может быть подсутки Нет Нет, всё Пацаны Вы сами прыгаете под колёса Ребята То есть отпускаем, да? Ну а чего? По правилам запрещено Счастливо Послушайте Ребята, а вы вообще трезвые? Мы нет Мы пьяные вообще Ну откуда я знаю? Мы вообще полностью пьяные Ну трезвый человек так поступать не будет Мне кажется Трезвый человек не будет заезжать на пешеходную зону Я вам ещё раз объяснил Вон шлаки показываю вам Вы что? Поставили знаки Это новые знаки Вот Я вам рекомендую дождаться до ТПС Никогда не уезжать Не покидать место наездка Если вы наезд... А я вам рекомендую Послушайте А я вам рекомендую не пить На На Вот от тебя пахнет от меня жутко пахнет ты выпивший я не знаю алкоголем мне кажется ты выпил и начинаешь я вообще полностью пьяный ты не адекватный ты не адекватный человек прыгаешь мне под колеса я на ногах еле держусь я пьяный полностью ты не адекватный братан а ты нарушитель хамлок а ты братан не адекватный а вы можете объяснить зачем человек кинулся на колес объясните мне а что здесь нельзя выезжать зачем на капот кидаться почему капот помяли кто это сделал ну вы как вы думаете он сделал это как вы думаете как так получилось зачем он это сделал потому что он дебил это просто без причины зачем кидаться поставьте охраждение здесь разделите все кто здесь магазин а кто вас уполномочил контролировать что контролировать я просто я Павлик я из Москвы я приехал посмотреть что у вас тут происходит я у вас и спрашиваю спрашиваю с какой целью вот спрашиваю с какой целью с какой целью он это сделал он говорит что его сбили кто кто его сбил ну вот он говорит что вы его сбили ну вы же там же запись есть ну кто его сбил ну кто ну он лёг локтями сделал мы сейчас это закрашиваем а вы вызвали полицию да конечно вызвали полицию сейчас значит его привлекут к ответственности правильно вы что хотите сказать что мне сейчас нельзя сюда выехать заехать сюда не машина у меня стоит я пришла приехал в магазин да и я не могу вот здесь выехать нет вы ехать выезжайте пожалуйста вы не имели права сюда заехать а почему я не имела права сюда заехать ну по правилам такие правила у нас это пешеходная зона то там пешеходная зона а тут стоянка это пешеходная зона между ними пешеходная зона нет не между ними между прочим между домами вся зона пешеходная зона как нам объясняли сотрудники ДПС что вот это все пешеходная зона между домами вся пешеходная зона дворовая территория дворовая территория вот эта дорога и коляски там ездят И коляски там ездят, и машины там ездят. Какая цель бросаться под колеса? Я их спрашиваю. Отмять можно правильно, а объяснить по-человечески нельзя. Он же не сообщал, что зачем кидаться на машину и наносить моей машине вред. А сильно он? Да, да, иди посмотри. А он-то сам не пострадал? Да, он не пострадал. Нет, видишь, он ходит, жить по здоровью. С каким-то усилим сделать. Да, вот, наверное, у тебя же на видео есть. У него на камере усилие все. У него на камере, как он рухнул просто, взял, вот так стоял и упал. Специально взял, уже упал. Ну там есть эти, вот все усилия. Локтями поменые. Посмотри, локтями так вот. Что ты не идешь, не снимаешь-то? А где машину? Вот она стоит во дворе. Иди снимай. Говорят, вы... Локтями, локтями, потом снимай. Своими локтями ушатали капот. Да, ну, да, упал, упал ты, упал. Упал же. Упал, пойдем. Я так это и оставлю, сейчас заедем. Я сейчас посмотрю, что там. Да, да, пойдем, упал. Сейчас я посмотрю, секунду. Что ты стоишь, секунду, иди, откуда, блядь? Секун, ебаный, блядь. Там два локтя на капоте. Даже какие-то экспертизы они подтвердят. Я сейчас не успел увидеть, как и что. Это просто видно. А, вот этот зеленый, да? Нет, вот. О, я прям отсюда вижу мятину. Ты видишь, да? Это же видно. Я его сбил. Если бы я его сбил, была бы вот такая мятина еще больше. Ты же видишь локти. Два локтя. Вот третий. Раз, два, три. Все. Это локти. Или я не прав. То есть, он получается специально вот так? Да, он лег, но нет, и есть на видео. Я стоял, он мне упал просто на капот, и все. Как будто я его сбил, блядь. Провоцируйте. Зачем мне это надо? Он не увидел, он же даже туда не пошел. Может боиться. Я тебя позвал, чтобы не снимать. Ты пришел вот снимать, а он даже не пошел. А почему? Он сциклок. А вы думаете как, что он вообще часто сюда приходит? Да они тут все лето здесь. Они здесь все лето. Здесь и драки были, и заявления писали, его и краской обливали. Я понимаю, конечно, вы блогеры, да. Вам только лайки нужно. Все это нормально, все это, но вы просто людям нервы, трепетики и все. А как вы думаете, вообще вы в полицию обращались? Здесь, бесконечно обращались. А почему же его не... Его забирали. Забирали? Конечно. Составляли протокол. Ему это для лайков нужно. Чтобы он денежки зарабатывал. И все. Больше дней для прав. Знак повешен неправильно. Он должен быть виден всем участникам дорожного движения. Он не виден. Да их это не интересует. Он не виден. Я поворачиваю. Знак не виден. Это надо быть идиотом, чтобы поставить такой молодой человек. А вы обращались? Так не специально. Вы обращались куда-то по этому поводу? Вы обращались. Вы обращались. Я тут первый раз вообще. Я из Москвы приехал посмотреть, что у вас тут. И бросались здесь на капот людям и так далее. У меня в мятину на капот. Ну нет, провокаторы просто. Так вы понимаете, что знак должен установлен быть с определенными требованиями? Да, там в мятину есть. Вы обращались. Я не интерес. Надо срочно полицию. Нет, я думаю, что лично моя задача разобраться, что тут происходит. А вот разберитесь, пожалуйста. Знак установлен не вершим. Что тут не по уму вот эта вот штука вся сделана. Конечно. Я повернул, я не увидел. Я не могу это увидеть с дороги. Это не видно. Мне вот интересно, вы будете после этого куда-то обращаться? Да напишу, могу на сайт администрации писать. Ради бога. И людям не надо препятствий создавать. Препятствия людям не надо создавать. Как вы думаете, что тут происходит? Я не знаю, просто прохожие. Интересно, да? Да, да, да. Понятно. А вы местные жители? Как думаете, что тут происходит? Акция какая-то. Ну, как вы думаете, пока что стоите, смотрите, что тут творится? Ну, если знак есть, пешеходная зона, значит, притковаться нельзя. Если бы был бы знак парковки, ну, я так считаю, я сам водитель. Занимайтесь с ними в какую-то сторону, я не знаю, кто прохожий. Ой, ребят, получается, нет? Что? Нет, я просто спрашиваю у людей, что тут происходит. Я сам из Москвы приехал посмотреть, что тут происходит у вас. Поэтому... Да, ну, уже пора было это сделать. Я раз, наверное, пять звонил, то, что я иду, а меня машина два раза чуть не сбил. Раз пять звонил, то, что пешеходная зона знака, никаких вообще денег. Просто тут вот достаточно агрессивные люди, тут местные жители, говорят, что тут парковка, там все дела, можно парковаться и так далее. У нас парковка знак как бы есть. Ну, как бы да, тут люди живут, как бы, парковаться тоже негде. Там совсем доме живу. Как знак поставили, перестал здесь ездить, до этого ездил. Ну, в любом случае, молодцы. Спасибо, спасибо. Парни, а куда это потом пойдет? Тихо-тихо, давай без камеры. Нет, я просто... Ничего страшного. Мне просто узнать, что тут происходит, по вашему мнению. По моему мнению, ну, как-то чуваки нарушают, это просто вошло в привычку. Вот, поэтому все нарушают. Но я тебе говорю... Вы как вообще считаете, это правильно, неправильно? И вот здесь... Что делает Алексей? С точки зрения закона нет. С точки зрения того, как вы сейчас с этим пытаетесь бороться, тоже считают неправильно. То есть, на это как-то надо более постепенно выводить из этого, из привычного строя с контактами. А вот каким образом вы можете сделать? Менять законный штраф. Ребят, под вечер. Снимай. Что-то оказывает. Что-то испугались инкассаторы Алексея. Пожалуйста. Значит, сделали здесь парковку, судя по всему, да? Перед магазином. Я уже только что был дома, попил. Вот. Нормально было. Перед магазином сделали. Все, хозяин сменился, поэтому нельзя парковаться. Вы обратите внимание, вон там знак висит у дороги. Где дорога идет. И там пешеходная зона. Пойдемте, я покажу вам. Пойдемте. Там, пойдемте. Пойдем, пойдем. Нет, знак-то я видел пешеходную зону. Вот там, пойдем. Пойдем, покажу. Вот там, пойдем, покажу. Все уклон. Поздравимся здесь. Я пошел. Пошел. Плохо. Плюхо. Вот что здесь, пешеходная зона? Да. Вот где машина едет, пешеходная зона, вот там знак висит. Ну, я не знаю, вы как считаете? Нет, ну я считаю, что нет. Машина едет. Надо во дворы поехать. Тут конец пешеходной зоны. Это конец. Во дворы надо. Вот я здесь живу, я проезжал вот здесь всегда. Вот стоянка была сделана. Нет, вы как считаете? Уберите бордюр вот сюда, передвиньте сначала, а потом, а потом только вот ходите и снимайте всех. Корее лучше делать. Ну что, если буду, а когда поставить не буду, а вы продолжаете. Я не буду. Не продолжаю. Поезжайте, да? Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Всего хорошего. И вам ничего. Ну все, уезжайте. Ну, вы что? Это продолжайте стоять, нарушать правила дорожные. Да, вы что? Ну, конечно. Ну, конечно. Вот я думаю, вы когда-нибудь встанете законно послушаем человека, который соблюдает закон, или вам так нравится ромить, дерзить. Зачем это делать? Я не понимаю. Мы вам что, что-то плохого желаем или что? Я вот не пойму. Вам именно. Мы лично, мне кто-то. Вам нет? Нет. Три раза, три раза вас видел и все время... Молодые люди. Добрый год. Так что сезон, сезон. Здравствуйте. Мы сейчас ДПС, мы вызвали на пешеходную зону и сбили меня. Снимаешь ты наезд, давай. Вы слышите? Я слышу. Все, сейчас приедет ДПС. Меня вот мужчина сбил. Давай, сейчас смотрим, кто наезд. На пешеходной зоне. Вот там. Сейчас приедет ДПС, будет оформлять. Давай, давай. Все. Еще один сбил, два ДТП. По полиции бреки. На автомобиль наехал, я в ВАН. Хорошо, принимайте. Вызывы ДПС деток были уже несколько раз. Примекали конlijk. Прихун, да, вообще. Я вызвал, вот эту ситуацию. У меня вызвал сейчас. Да, поэтому вызвал. Сейчас будут оформлять. Я вызвал. Можете проверить. Как давно, например, вы вызвали? Где-то 30 минут назад. 269, 60, 36 Движение сбил, я упал, дважды сбил Ты упал на капот, все снималось прямой мультфильм Вот за знаком, вот как он заехал, примерно сбил Мы вам представили Я просто нерасыщен Старший сюжет, полиция, давление 0, 0, 27, 19, а вы? Как все равно традиция? Сизов? Так, сейчас можете значок? Пошел, пошел Не вижу, за рукой 27, 45 Дальше полицейские, можете оказать содействие, пока мы здесь вдвоем ждем ГАИ, кучу нарушителей Вот он заехал, ну хотя просто замечательно сделаем Чтоб съехаться Сейчас по поводу происшествия на вас, на нас, хотят заявление писать Да без проблем, пусть пишут Да конечно имеете право проводить проверку, согласен Только предупредите за заведомо ложные Конечно предупредим А можете пока сделать замечание, пока ничего не происходит, пока ждем ГАИ Вот, чтобы съехал в пешеходную зону или нет? Или не сможете? Сейчас мы позвоним, дежурный, минуту, все Сейчас дежурный тоже, доложим Да, я вас должен ограничить Ну давайте постоим Протокол задержания Протокол задержания Мало ли что на меня А я на них Ну пожалуйста, давай Протокол задержания Будете на них писать? Да, вы протокол задержания будете стоять? Я задержан Я задержан Вы пока подозреваете И все Ну пока я буду ходить На вас граждане показывают, что вы Использует А знаете, что здесь не имеют права ездить? Я буду где хочу Там и ходить Нет, почему? Здесь не имеют права ездить Ездить по нашим спинам Коляске, дети идут Все Никому дела нет И вы еще на них нападали А причем? Нет, они нападают А кто порядок должен проводить? Нет, они нападают Женщины Я не нападаю Но они наводят порядок Я здесь приехал на сообщение У меня сообщение Что здесь идет машина Никто ничего не бьет А вот граждане указывают Ничего подобного Они к машинам и не подходят Вот женщина Кирилл 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 Не похоже Чтобы ты за рулем был Вы откуда стоите? Из Москвы? Смотрим, что у вас творится У нас Пока смешные чувства А что у нас смешные чувства? Смотрите Я вот очевидцем просто помню Человек сбил его на тротуаре Я же не был Я же не знаю Я вам рассказываю Далее Вот этот человек В Мануфляже Кинулся на него Собственно оскорбительно Приставал Грубо нецензурно Вырагался нецензурной броню И вот эта женщина Так и это делала Так что 20.1 Я думаю Если есть состав 20.1 Но я не знаю Они говорят, что Побредили автомобиль Побредили автомобиль ДТП Нет Они говорят, что Локтями Локтями Побредили автомобиль Возьмите заявление Нам так говорят Не, ну понятное дело Что вы заявление Примите Разбираться будет Очень справедливо Мы же не знаем У нас вообще Поступил сообщение Что здесь машины Громят Бьют Ну понятно У вас же могут Все угодно Что поступать Правильно Любые сообщения У нас любые Только заложенные Надо предупреждать По 36-й Да Бывают и прыгают На машину Такие вот Мне лично Прыгают Бывает Ну ничего Я не знаю Я же не буду Здесь не очевидец Правильно Вы обязаны Пройти проверку Конечно Я вам просто сообщил Обстоятельства Двигался Что это такое Следует Следует Оперативная группа Которая сюда жена Приедет Посмотрит повреждение Автомобили Правильно Все правильно Ну вот И разобраться Что тут было На самом деле Или не было И так это все было Вот на вас Сколько людей Собралось Может и до этого И до этого Можли образоваться Я тоже не знаю Как они образовались Правильно Ну они будут Выучать Да Как это все А можете Спасоваться Пожалуйста Видите Что в этой зоне Катается То есть помочь Как-то Не стоять Не будь безучастных Это же ваша обязанность Пресекать Право нарушения Закона полиции Могу предупредить Правильно Я не ДПС Я не могу Взять и выписать Только предупредить Помочь нам Правильно Я не могу А где здесь Знам Что здесь Пешеходная зона Пешеходная зона Все А что здесь Здесь парковаться Взять и шоу Что в зоне Вообще Не возрожден Ну пожалуйста Это ГАИ тоже Меня могут Они просто Не послушают Ну давайте Дойдем Я же не могу Мы же не пробовали Можем Я же не могу Пожалуйста Пойдем Я надеюсь Полицейские Не войдите Здесь на страх Можно ли здесь Парковаться Знак Смотри Дерейте Знак Видите Пешеходная зона Здесь запрещено А вот Сможи Пешеходная зона Ты знак Видит? Нет? А вот номера Кстати Вот номер Который Кстати Избил Может кто-нибудь Запрещено Водитель Увидите Пожалуйста Пешеходной зоны Вы здесь на машине Не должны находиться Можете вдоль дороги Припарковаться Тут можно Ставить Спешите Пока номера Просто у меня нет Авромобиль А какой адрес Адрес Зачем? Ну как зачем Вы независимые с ней Первый раз Вчетление С колоками На меня бросались Да и не в первый раз Я готов В общем-то Повторить Да Я готов Повторить Видите А я вам должен Зачем-то Ну вы с прессы Вы в общем доступе Да? Ну конечно Ну Ну вы ищите меня И все И найдете Что я вам должен Сообщать Ну как Мне интересно В общем Объясню Объясню свою позицию Если камеру Выключите Объясняйте А с камера Боитесь А нет Я не боюсь Просто не хочу Что вы боитесь Зачем вам А я тебе Объясню свою позицию Да я знаю Вашу позицию Вы сказали Прошлый раз Говорили Пока здесь Знаки не поставят Будут нарушать Ну выключи Выключи Все равно Нарушайте Все равно Будут нарушать Тут народ Много Не бойся Я не боюсь Ну тем более Выключи Мужчина Вы можете Мне пояснить Свою позицию Я просто Камеру Я не хочу Чтобы моя позиция Попала на камеру Нет Я просто Первый раз вижу Что вас Что его Поэтому Выключи камеру А вы откуда Хорошо СМИ Из каких Алрус.ньюз Еще раз Алрус.ньюз Вы корреспондент Да И у вас есть Уносоверение Конечно Покажите Да какой он Журналист Журналист У него нет Устоверения У журналистского Да нет У него Устоверения Конечно Только без камеры Ну Я тебе Это общественное место Вы не имеете права Мне снимать Нет Почему Это разрешение Моих родителей Вы не имеете права Не снимать Хорошо Вадим В принципе Вы не имеете права Я не с ним Ты не с ним Точно Я из Москвы Отлично Рассказывай Потому что это пидорас Он пидорас Объясняю Можешь потом Даже не запикивать Можешь на меня Сейчас камеру направить Да Сейчас Я тебе объясню Я живу Чтобы все по-честному было С обоих сторон Да Рассказывай Я живу здесь 50 лет Я живу здесь 50 лет Вот в соседнем доме Не свети пожалуйста Аксей А вот Сейчас Можно там на свет Да До недавнего времени До недавнего времени Это вот эта территория Которая вот возле Этой высотки Вот от дома 43 Вдоль дома 43 И вот до этого перекрестка Она считалась Придомовой территорией Не знаю Имеет ли она статус сейчас Но до недавнего времени Эта территория имела статус Придомовой территории На которой не запрещено Движение автотранспорта По правилам ПДД Это первое Второе Я живу здесь очень много лет Вот на этом участке И здесь Не было ни одной аварии Пока и не стояли Тут ни знаки Пешеходная зона Ничего Здесь люди Умеют договариваться Умеют Обходительно Обходительно Друг друга обходить Вот на этом перекрестке Который Покажи на перекресток Там Светофор стоит Машины здесь бьются Через каждые две недели Ну может быть через три Эта статистика Ее можно взять легко В ГИБДД Где угодно Вопрос Там машины бьются На регулируемом Здесь без всяких знаков Машины люди парковали Было все нормально Людям просто некуда Поставить машины на ночь Реально Двор забит Все Чисто по-человечески Здесь никакой проблемы нет Проблема единственная Что вот этот юноша Который приезжает И пиарится на чужих проблемах На чужих бедах Ну в общем-то Он здесь никто И звать его никак А вот вы говорили Он кидается на машину Да Он кидался на машину Я сюда парковался Он пытался имитировать Пытался имитировать Солкновение И прямо вот здесь это было Он Ну это было Прошлым летом что ли Он с бордюра прыгнул Мне на багажник машины Прямо отсюда Да Вот так Вот так я парковался Он прям прыгнул И имитировал то Что произошло ДТП Ну там как бы Народу было много Про совесть тут говорить Невозможно Но Человек Ну Так Просто я обращал На этой площади Много раз были стычки Он тут с какими-то Ребятами Но видишь что Отпор не могут дать Я видел рубашки С рубашками были С рожьями С разбитыми А когда люди посерьезнее Он очкует И становится на лыжи И однажды Вот здесь Прямо Его просто Обоссали Подбежал паренек Какой-то молоденький Нам такого дома У него Явно мальча была Он просто Облил этим И все Так что Человек в общем-то Фарфмачный По всем понятиям Какой ужас Но он как мазохист Видите Он приезжает сюда И регулярно Он как бы Я не знаю Он брызгал людей газом Провоцирует людей На драку Ему пытают сдать отпор Он брызгает газом И сам тут же Вызывает милицию Это бред вообще полный Скажите А как так получилось Что все-таки По закону-то он прав Получилось А нет Я объясню Эти знаки появились Здесь Ну максимум Месяц назад Максимум Ну вот С момент этих знаков С момента этих знаков Я например Здесь не паркуюсь Я сейчас Я Почему я здесь оказался Я проехал туда Там вдоль дома Негде было запарковаться Я просто пытался сделать Выйти и выехать Еще на один круг Я сюда не собирался Да Я знаю Что здесь поставили знаки Но Во-первых Эти знаки поставили Всего месяц назад Не все еще люди К ним привыкли Просто не все Обращают внимание А во-вторых Я не знаю Установление законности Установление этих знаков Кто их Чьим решением Поставил Никто Потому что Никто не поставлен В известность И еще раз говорю До последнего времени Эта территория Считается Придомовой территорией По которой Согласно ПДД Там есть прям дословно Что движение Автотранспорта Не запрещено То есть При условии Пропускания пешеходов Ты можешь здесь Двигаться На автотранспорт Но теперь поставили Эти знаки Людей прижали Вообще Я не знаю Что делать Во дворе Постоянная война А вы зайдите В отбор Пойдемте Уже был Вы видели Скажите пожалуйста Куда вы к кому-нибудь Обращались Чтобы все-таки Отделили Пешеходную зону От парковки Вы знаете Потому что место Согласен Место И для автомобилей И для пешеходов Только надо бы И разделить Это все Проблема в чем Проблема в несогласованности С жильцами Потому что Ну во первых Как-то где-то Полгода назад Я пытался людей собрать Но потом Там чисто По своим личным проблемам У меня не получилось У людей У многих не получилось Потому что Нужно собрать Достаточно большое количество Подписей Раз А во вторых Нужно потратить время Чтобы пойти В главе управы То есть Это нужно Назначить время Дождаться этого приема Попасть Состыковаться по времени И толково Объяснить все это дело А у вас есть Тут Там ежемесячные Может встречи С главой управы Или что-то такое В Москве просто есть Я не в курсе вообще Я не в курсе И я так понимаю Что Проблема-то На самом деле Решаясь достаточно просто То есть Где-то вот тут Может быть Расширить тротуар Вот по той зеленке Да Чтобы люди могли Но Видимо Управе гораздо проще По знакам дешевле Чем Положить Не знаю 20-30 тысяч В то чтобы поставить Тротуары Вот я просто Именно что замечаю То что вот Алексей Да допустим Он куда-то там пишет Что-то борется А вот кого не спрашиваю Здесь Вот Юрий тут Какой-то вот человек Вот такой С бородкой был А он то что Всю жизнь живет Вот Я ему говорю Вы куда-то писали Он говорит нет Я говорю А сейчас вот напишите Как у вас эта проблема Привлекла внимание Он говорит Тоже не буду писать А вы знаете Может разница только в том Что вот Алексей пишет А вы просто нет Алексей А вы Хорошо знакомы С творчеством Алексея Честно По ролику А вы посмотрите Его ролики И посмотрите Что он пишет И куда пишет И главное для чего Он пишет Не для того Чтобы как-то облегчить Людям жизни Или там Каким-то правовым нормам Привести Он ищет Какие-то слабые места Дырки какие-то В законных Дырки В общественных каких-то В общественных устоях В эти дырки Всовывает свои пальцы И на этом ловит хайп И возможно Зарабатывает деньги Но я как бы Свечку не держал Не могу сказать Человек просто хайпует Реально хайпует На том что Где-то Объясню почему Он здесь Он никто Он никак Но он не местный житель Нет Он не в этом районе И я не могу сказать Что он такой общественник Который пришел Навести здесь порядок Ему до этого порядка Нет Он провокатор Он профессиональный провокатор Вот в том-то и дело Понимаете Что больше всего бесит Если бы человек Пришел реально навести порядок Это совершенно другая история Но этот человек Профессиональный провокатор А вы как-то с ним Разговаривать не пробовали Может это объединить Я пытался с ним разговаривать Но он на своей волне Говорю И он ведет себя Очень хамски Когда с ним пытаюсь Чтобы более-менее Нормально разговаривать Он начинает Ну извините Он начинает борзеть Хочет задать ему в рожу У нас был с ним момент Такой, что мы сюда За дом отошли А когда Я так А я что-то Я был в настроении Реально И я понимаю Я понимаю, что человек Ну на, ударь меня А я знаю, что он юрист И я думаю Ну вот сейчас я его ударю И что будет дальше Ну конечно, не надо И как бы нет Да и в моем возрасте Я не знаю Как ситуацию Разрешать Ну попробуем Конечно Собраться с жильцами И В Левбережную управу Обратиться Но 50 на 50 Он просто говорил Что ему обещали До 1 июня Тут вот как раз Провести реконструкцию И отделить Ну парковку От пешеходной зоны Вы в курсе вообще? Нет То есть у вас как-то Исполнительная власть Там никто не предупреждает Что такое будет? Нет И будет ли такое вообще? То есть не проекта Нет, я думаю Что уже не будет Потому что поставили Пешеходная зона А, то есть власть Как бы решила проблему Ну да Проблема решена Проблема решена Быстро Дешево И сердито В общем Я не думал Что она найдет Если сейчас кто-то еще Вот не надавит Если мы с жильцами Не соберемся А очень малая вероятность Что мы соберемся Я не знаю Чем этот человек Зарабатывает себе на жизнь Но у него есть время На это Нам проблемы с жильцами Собраться даже Что вот 3-5 человек приходят Остальные по работе По делам Даже в выходные Это реально большая проблема А можно просто Какие-нибудь подписи собрать Или что-то хотя бы Хотя бы что-то отправить Или сейчас же Есть интернет приемные Не пробовали тут? Интернет приемные Ну просто в Москве Очень много вопросов Так решается Я не знаю как тут Будем разбираться Отлично Сок, да? Сок Да блин, она куда-то ушла, ребят? Подождите А вы в курсе, что Пока прекратите Давайте разберемся Или можно дальше Пешеходную ситуацию Давайте Я просто попискачу Давайте пройдем Зачем меня трогаете Зачем трогаете На меня заявление На меня заявление Какое-то вообще поступило? Тут что за привычка Меня трогалось? Почему? Я вам скажу Давайте пройдем Давайте Все, сказали? Все Я понял Я вас спросил Где может туалет сходить? Я что к вам Физическую силу Что ли при меня Или что? Ну знаете Чуть-чуть И мне бы было более Чуть-чуть Понимаете? Вы представились Вообще Вы вообще Зачем Я снимаю Просто я живу Вот здесь Я хочу поставить Свою машину Поставить Здесь пешеходная зона Пешеходная зона Как вы здесь поставите Когда здесь пешеходная зона? А почему здесь Парковочные места? Какие парковочные места А почему там Меня вызовут Когда уточняют Что это я повредил Именно Вот тогда будем разбираться По-другому А пока Это просто Хилькина грамота А не заявление Я могу таких заявлений Писать Не лево Пожалуйста Бежи Вам кто Запрещают? Все Так что Пусть оперативная группа Подходят Я откажусь От дачи объяснений А может Скажу Что не я Потому что я не слышал В общем Все запрещают Бравильно? Вы пытались Давайте В отдел Достанем Что это такое? На каком основании? Я не отказываюсь От своих Предъявлять документы Нет оснований Для вставления Или вы меня хотите Задержать Непонятно За что За то что Мне Ничего 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 На данный момент У вас Двое граждане Поступило заявление У нас Муж Женой Именно они Которые Утверждают То что вы Пуаливы Послушайте А что Данные граждане А вы их задержали В связи с тем Тоже Они сейчас Находятся Со следствием Оперативной группой Граждане А смотрят Отмобили? Да Они тоже Сотрудничают Они же не ушли Вы что думаете? Это в движении Граждане Если вы говорите Что они вас сбили Вы можете Тоже на них заявление Не вас Его Мы два раза В движении Или настоящее Я же не знаю Я просто это видел Я вам сообщу Что они еще ругались матом Оскорбительным арестовали Угрожали И так далее 20.1 Чисто Я к тому Чтобы вы не оставили Это без внимания А то на вас Тоже поступит заявление Вы говорите То что было совершенно Вы же услышали меня Правильно Что они Срешали Административное правонарушение Я на данный момент Не слышал Что они ругались Слышишь? Нет От меня Вы слышали? Я вам сообщил Сейчас Вы сообщили? Да Ну и что Вы сообщили Что вы что-то будете Дальше делать Кто ругался? Человек В камуфляжной группе И женщина Где этот человек? Потерпевший Который заявление пишет Который заявление пишет Вы объяснили Ситуацию Данную ситуацию Пожалуйста Ну вы приняли информацию Я принял информацию Все Спасибо На вас же был совершен наезд Правильно? Да На вас потом Вам дадут направление На медосведение Нет Повреждений нет никаких Есть загрязнение Это вы будете уже Познавать Я подчиняюсь на данный момент Значит Значит Оснований Для выставления Не имеется Потому что Я не откажусь Предъявлять документы Я не отказываюсь Давать объяснение Или не давать Это мое право Все Зачем выставлять Я здесь могу Все действия провести Я жду К тому же ГАИ Который приедет Вместе с сотрудником ГАИ приехали Следствие оперативной группы Нет Следствие оперативной группы Не может Дорожный транспорт Происшествие Разбирать Должно быть ГАИ Автомобиль Который сделал на вас Наезд Получается Два автомобиля Заехали Вот и все Я обязан здесь Оставаться на месте И ждать Что-то ГАИ приедет Будем оформлять А вот расскажите В Воронеже всегда Оформляют ДТП Следственная оперативная группа? Нет Не всегда В Москве просто Даже на преступление Не допрошишь Я заявил о ДТП Вы можете понять? Не всегда Просто В различных ситуациях Вот сейчас Ситуация такая получилась Что с одной стороны Поясняют одно С другой стороны Поясняют другое В связи с этим Была вызвана Следственная оперативная группа Для дальнейшего Разбирать А я вызвал ДПС То есть я так понимаю Они сейчас осмотрят машину Соответственно Осмотр места происшествия Проведут Так как автомобиль Стоит в другом месте Сейчас будет производиться Осмотр данного автомобиля Зафиксируются Все его повреждения Какие на нем Имеются ли повреждения Не имеются ли повреждения После чего Будут дальше Разбираться уже С гражданином На которого Заявители указали Якобы он Причинил данные Повреждения автомобилю А также будет гражданин Если он хочет Написать заявление Будет Напишется встречное заявление О совершенном наезде Ну все я понял Спасибо А да Я по нецензурной бране Тоже напишу Можно заявление Их надо доставлять В отдел На 20.1 Кого? Этих людей Которые двое Пишут на меня У нас зафиксирована Не цензурная брань В общественном месте Сейчас данные граждане Они пишут Месяц Со следствия Оператина Оператина Узнаватель Участник Придет узнаватель Узнаватель Он будет разбираться Сколько 20 Возьм Все хорошо Придет А вы примите от меня Рапорта мостного заявления Заявления Вот они обязаны Быть доставлен Потому что Это предусматривает За держание И два человека Указывают Ты же тоже слышал Да? И видеозапись Один и кидался на него Так Ну укажите Кто кидался Конечно Укажите Да Слишком хулиганили Да Алексей Вот человек С бумаги Пришел А? С бумаги Да С заявлением Точнее Чтобы вы приняли По нецензурной брани Какой нецензурной брани 20.1 Задержание Предусматривает Лиц Выражались Нецензурной брани Громко В общественном месте На замечания Не реагировали В видеозаписи имеется Ты же тоже слышал Да? Мужик точно Видел А женщина Она так Тоже Привите пожалуйста Рапорт Поместного Заявления На ее обращение Очень много Ну вы Это называется Устно Я вам Устно Передаю Вы Записаны Да Рапорт Называется 736 приказ Колокольца Будете Это заявление Да Я буду Диктовать вам А вы будете Принимать Рапортом Устного Заявления Нет Есть протокол Принятия Устного Заявления Да Или протокол Или рапорт 736 приказ Я в любой форме Могу подать Заявление В том числе Устно А вы Принять Обязаны Можете А 20.1 Можно Принять Все Пожалуйста Только с вас еще Объяснение Надо День А без проблем Примите Конечно Примем Запишите Пожалуйста Сейчас Запишем Сейчас Будем Записывать Вы Спешите Сейчас Мы отправим Опергруппу И будет Отправим Да Хорошо Без проблем 20.1 Присматрив Задержание На Медократные Замечания Не реагировали После того Пришли Костанк Наехали Начали Громко Финать Меня Вот так Как Поступило Заявление А это Вы Подозревает Не Подозревайся Просто Заявление Вы Подозреваете Подозреваем Как возбуждено Уголовное Дело Ну что Вы На вас Показали Да мало На кого Не покажут А я покажу На 30 человек Они Подозреваемые Что Подозреваемые Становятся С момента возбуждения Уголовного Дела Вы же Показывают Что административный Кто-то тоже Согрешает Пока Не подозреваемые Они пока Лица В отношении Которых Проводится Проводится И в отношении Меня Так же Должна Провести Проверка Правильно Давайте Проедем Нет А потому Что Потому Что Я Здесь Дам Свои Данные Если Здесь Потребуется Потому Что В отдел Еду Когда Предусмотрено Предусматривается Задержание Вот Тогда В отдел Еду А здесь А здесь Задержание Не предусматривается Парни Достали Потому Что Всего Проводится Проверка Ну Здесь Нормально Там Местный Житель Расскажите Что Происходит Я Не знаю Что Здесь Раньше Ставили Машины Сейчас Не Причине Непонятно Пешеходная Зона Хорошо Я согласен Пешеходная Зона Но Если Здесь Большое Расстояние Рядом Есть Магазин В чем Проблема А почему Тут Не парковки Не Отказы Я Не знаю В данный момент Не старается Разбирать Данный момент Расскажите Нам Куда-нибудь Писали Обращались Чтобы Сделали Парковку А зачем На парковку Вы же Не хотите Чтобы Тут Каждый раз Эвакуировали Машину Ну Посмотрите Приходил Пойдемте Сюда Пройдем Да Вы видели Тут Что там Померите Здесь Расстояние Я согласен Вот тут Вполне Половину Можно Отсесть Для парковки Так Надо же Куда-то Написать Я просто С кем Не общался Я просто Из Москвы Приехал Посмотреть Что у вас Что происходит На самом деле Несколько роликов Оттуда Видел И с местными Жителями Общаюсь Спрашиваю Это полнейший По какой причине Потому что Посмотри Какая Пешеходная Зона Должна Быть Такой Или Нет Я думаю Вот Эти все Места Можно Отсесть Вполне И Сделать Парковку А тогда В чем Проблема Не знаю Почему Местные Жители Никого Не обращаются Если Вы Не знаете В чем Проблема И вы Меня Сейчас Снимаете На камеру И задаете Два Не Я говорю Я из Москвы Приехал Я например Не писал Нет Не вы Мне писали Я просто Увидел Что такое Происходит И Смотрите Машина Здесь Машина Здесь Если Померите Расстояние Пешеход Любой Пешком На велосипеде С детской коляской Он может Пройти Я не знаю Почему Извините Я не могу Вам ответить На этот вопрос Спасибо Потому что Здесь Ребята Я уже Рассказывал Надо Примите Пожалуйста Примите Снимайте Заявление Я ничего Не могу Понять Уважаем Вы Хочете Написать Заявление Я вам Милиция Я говорю Рапортом Устного Заявления Вы Представили Что такое 736 приказ Знакомое Колокольцев Вы Пишите Заявление Или вы Отказ Соблюдать Приказ Колокольцев Снимай Пожалуйста Ну вы Хочете Что Я хочу Чтобы Вы Принят Тихо Что Он Делает Не надо Не надо Не надо Задержите Его Не трогай Ты его Правильно Он Делает Правильно Он Делает Я тут живу В этом доме Представали Поехали 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 Пусть один Нормальный Чуть не порвал Шнур Который Стоит Денег Чтобы Вы Приняли Рапорта Держите Принят Принят Молодцы Ребята Правильно Делает Общественные Поехали Стоит Проспект Отделять Никакого Проблем Вы Написали В администрацию И сделали Вам Парковку Собрались В чем Проблема Я тут Живу Вы Жители Вам Это Нужно Прежде всего Никаких Проблем Нет Алексея Не могу Не понимаешь Я допустим Не могу Я тебе Отломлю Не надо Отплавливать Зачем ты мне снимаешь Шесть лет тебе будет Зачем тебе это надо Зачем ты это снимаешь Я журналист Хорошо Если ты журналист Задай мне правильный вопрос Почему Вы не обращаетесь Николай Если тут реально Вам нужна парковка Мне здесь Не нужна парковка Вы меня услышали Да Все Вопросов нет Спасибо Я беру тогда Объяснение Правильно А устное заявление Приняли И заявление Сейчас ваши данные Все перепишу Объяснение Что кто-то К вам приставал Или что На карту Я же не знаю Вы можете пока ограничить Этого гражданина А то он сейчас убежит И все А я не могу Тогда У вас и объяснение Принимать Уважаем С ним Своего Своего Сотрудника Стоит Правильно Все Все Сотрудник Который У меня трезвым Виде И который Шнур Путался Пораз Расскажите нам Пока что-то происходит Вообще Давно Или это Тут у вас Происходит Это происходит Давно И мы рады Что такие Ребята Как вы Вы Хочко доведете Нам тут порядок Потому что Пройти вообще Невозможно Машины едут На скорости Нужно сделать Правильный карман Со стороны Заезд Со стороны Проспекта Тогда будет Все нормально Ну суть Факт тот Что В нетрезвом виде По моему мнению Находится Сильном Опьянение Алкогольное И дернул Зашел И все Вот это Запомнили Наезд На пешеходы На меня Два раза Умера Есть Вы честник есть? Да Один здесь Другой Скрился Ну Где же Который не скрылся Который не скрылся В машине Сидит Какая Уехала 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 Нет Который не скрылся Уехала Съехала Но он потом пришел Хорошие правила движения Хорошо Часть вторая Пункт Саня 12 Саня 12 Слыши пожалуйста Документы Для составления материала Что что? Для составления материала Да Конечно Сейчас Секундочку Я просто разберусь А что Сидеть Тихо Инспектор Гляньте Пешком Бессонник Катается Сидит Тихо Продолжение следует Продолжение следует Сидит Катается Подписывайтесь Непонятно, кого он остановил, ребят. А, да он же бухой! Инспектор! Можно? Надо на продушку. Они в пьяные, да? Они в пьяные все были? Да, да, они в пьяные. Он за руль сел, представляете? Инспектор, они в пьяные все были? Да, да. Мы сейчас уже составляемся. Сейчас будет составляться материал. Молодец. Как звоните. Товарищ инспектор, можно еще один с вас попросить? Спасибо вам большое. Вот так. Перекрыть, а то видите, что творится в беспредел. Хорошо, отлично. Красавчик вообще. Ребят, офигетьте, они же пьяные были. Да, 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 пьяные. А куда он едет, пьяно видит? Нет, нет, я вам сказал, варит. Документы вот, у меня. Движение было, все отлично. Нормально. Дезфиксируем движение. Офигеть. Как же упустили. Кого? Вот эти пьяные поехали за рулю. Становились еще. Какие пьяные? Вот эти, пьяная компания, которая подходила. Вот этот пьяный мужчина за руль сел и поехал. Я никого не отключил. Не, ну, у вас коллега я не вижу. Ну, вы их видели, которые за правой упернуты? Да? Чувствуешь? Да. Жвачка. Чувствуешь? Жвачка, да. Ну, сейчас оставим, надо материал, то есть все. У нас, видите, тут и сейчас с пострадавшими ДТП, и водителем. Сейчас все, весь материал все будет составлено, конечно. Да, да. Ну, оказывается, в пьяном виде двигался, представляете? Ну, да. Дружбан, который сейчас, как говорится, зафиксировал в автомобильке. А я в 51 статье воспользуюсь, на меня наезд был совершен. Ну, ради Бога, объяснение дадим, отразимся объяснением. Я отказываюсь, слушай, в 51 статье, да. И от подписи отказываюсь? Да. Потому что наезд на меня был, я ничего никому не поговорил. Я по поводу чего объяснения скажу. Вам нужно представление на прохождение медицинской экспертизы? Медицинской? На студентной экспертизе? Нет. Вам не были причины? Нет. Не были причины? Нет. Просто наезд и загрязнел одежду. У нас все смяты на камеру. А вам в частях не было? Нет. Нет. Этого не было. Я помню. Даже сейчас, если заявляют скрытое ДТП, и приезжаешь, и оба участника стоят, да? Да. Он говорит, да я не заметил ответ, а потом подъехал. А, то есть факт, что скрылся уже. Заявлено, да. Потом происходит проверка. По факту вы выносите определение сразу. Происходит проверка за вопрос. И если так и есть, то значит так будет. Мы по-любому выносим по 12-27 и потом уже. Хорошо. То есть за это его наказать будет уже по-любому. Согласен. Все. Ну не наказывать, а проводить административное расследование. Правильно? Мы составляем административный материал. Мы составляем административный материал. А то есть вы протокол сразу составляете? Нет. Вы ваше определение возбуждения. Расследующий административный. Правильно. Ну конечно, потом уже будет выразить. Уже судья будет уже выносить ему либо лишение, либо до десяти суток ареста. Все верно. Даже если он приехали и они на месте. Я сейчас скажу, я вот с Москвы приехал посмотреть, что у вас там происходит. Вот у нас, если человек скрылся, а потом через час он пришел обратно, да? Да. Вот не заставишь инспектора выписать определение. Вот правда. Ну, у нас теперь по-любому так делаем, потому что в конце месяца происходит сверка звонков на наш колл-центр, которые пишутся все. И сверяется так. Такой-то адрес в таком-то времени было заявлено скрытое ДТП. А если кирпич повесить? Можно же? Он здесь не нужен. Им уже запрещают. Им уже запрещают движение. Кто этот знак на это не глядит? Молодцы ребята, вообще просто благодарны. Сколько терпения. Да, сколько терпения. Молодцы. Молодцы. С кем можно пообщаться? Как закончите, как страшно, просто комментарии, да? Сейчас мы пока разбираемся. Хорошо, пока разбираемся, хорошо. У нас есть пресс-служба. Все вопросы. А телефончик не подскажешь? А? Телефончик в пресс-службу. Или адрес. В интернете есть. Вы не знаете. Ну вы просто так посылаете, а не знаете. Я вас не посылаю. Нет, я имею в виду, что. Отправляйте. Отправляйте. Я вас послал? Пресс-службу. Я не отправлял никуда. Нет, все вопросы, пожалуйста. Пресс-службу. Перерисовали. Пресс-службу, ладно, управляйте. Здравствуйте, а вы какой-нибудь начальник, скажете, да? Командир зодок. Ну когда здесь, командир зодок, порядок наведется, не можете рассказать? Нет, вообще я имею в виду. В целом. Да, потому что меня уже опросили, я сказал, что отказываюсь давать объяснение вопросов. Все. Пресс-служба. 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 Ну и что дальше? И что дальше? ДТП оформляю сейчас. Да. Это что за задержание предупозревает? Все хорошо, все замечательно. Я ж пока вас не задерживаю. Ну все. Пока вас еще не задерживаю. Ну зачем? Я вам задал вопрос. Вы готовы проехать? Нет. Я вас слышал. Потому что моя личность установлена. Проверку проводите, пожалуйста, вопросы. Я не волнуюсь. Инспекторы тоже проведут. Соответственно. Пусть проводят вопросы. Алексей, а вы поинтересуете что с заявлением в Сваффе? А я сейчас еще не дал до конца заявление. Сейчас надо дать. И там ДТП оформляют сотрудники. Скажите, а вы на одного только гражданин написали, который в непризмом состоянии, да? На моем примере. Еще на вот этих двух этих отделах. Самых. 20.1. Про этих же отдел. Это то, что он подозревается. А я уже сказал, вот ваш начальник сказал, что все. Он вопросов не имеет никаких ко мне вопросов. Так. Начальник. Вот начальник. Командир. Он задал мне вопрос только что. Странный ребят. Капитан. Говорит, что вопросов нет. А вы здесь почему находитесь? Как журналист, да? Конечно. Уполняю свой судебный долг. А покажите, пожалуйста, допуск. Допуск какой-то. Ну, если вы журналист, то у вас должен. Разрешение какое-то. Какое разрешение? Не, углоди. Да, да, да. Другой автомобиль. Какое документ вам нужно? Удостоверение. Я снимаю, телефон и вы снимаете. В чем наша разница? В принципе, ни в чем. Но только вот на меня распространяется специальный статус журналиста. А так все. Это как полицейский. А кем он распространяется? Я же не знаю этого. Что? Ну, я вот человек простой. Вы снимаете, я снимаю. Не, ну, у меня есть специальная одежда, правильно? Или одежду. Ну и что? Я такую одежду могу купить за 20 рублей. Ну да. Вам что нужно? Подтвердить свои полномочия или что? Что еще раз? Вам нужно, чтобы я подтвердил свои полномочия? Конечно. Удостоверение вам показать? Покажи. Пожалуйста, удостоверение. Можно так, да? Ну, можете сфотографировать. Просто не видно, чтобы я понимал. Так, одну секунду. Так, сейчас ГРЗ только узнаем. Так. Павел Владимирович, да? Угу. Адрес. Спасибо. Спасибо. Все. Спасибо. 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 Не приставайте ко мне, вы, по-моему, в нетрезвом виде пристаёте или... С чего вы взяли, что я не в трезвом виде? Так, ребят, да, читаю чат. Алексей Александрович, мне кажется так. С чего вы взяли, что я не в трезвом виде? Да, мне кажется так. Ну, может и не в трезвом. Может и в трезвом. А почему вы так говорите? Отъясните, пожалуйста. Человек, конечно, в шайке, что он не в трезвом виде. А? Объясните. А вы трезвый за рулём вообще? Я вообще не за рулём, ребят. Как не за рулём? А я за рулём? Нет, я же видел, чтобы за рулём были, конечно. Нет, ребят. Вы извините, пожалуйста. Если человек садится за рулём и не трогается, это не человек за рулём. Нет, я видел, как вы именно ехали. Если у вас он зафиксировал, покажите. Без проблем. Вызовите милицию, вызовите медленных найти. Не, я думаю, сейчас, если вы трезвый водитель Брайна, вы пройдёте осветительствование сейчас. Конечно, вообще без вопроса. Тогда всё хорошо. Абсолютно, ребят. Я не могу двигаться. Я не могу двигаться. Чем я вам мешаю? Чем я вам мешаю? Так, вот. Так. Поверю. Поверю. Пусть документы покажут вопросы. Документы есть. Есть ли? Конечно. Да, клипсы расходят. Есть ли ДФЗ. 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 Вы прикалываетесь? Нет. Да. Инспектор, вы прикалываетесь? Нет. Не прикалываетесь. Проверил документы. Понял вас. А что правило? Вы мне скажите, а вот этот вот лысый человек, который якобы пьяный, там был за рулем, там не пьяный, он не сотрудник ли полиции? Нет. Точно? Откуда вы знаете? Он нахождение на пешеходной зоне. Он привлечен к ответственности? На пешеходной зоне смысл. Он не находился на пешеходной зоне? Находился. Нет. Автомобиль? Не находился? Не находился. Он вдоль проезжей части. Которую вы сказали, все оставили. Еще сверху. Ну ладно, понятно. А свидетельствование проводилось под понятыми или под видеосъемку? Ладно, понятно. Вот так вот. Получилось. Вообще трех, ребята. Как так, что водитель с перегаром оказался трезвым? Вот как? Ну вы в докторах, скажите? Я не доктор. Вы тоже. У него не было перегаром. Вы тоже. Ну вы же сможете отличить на бытовом уровне? Отличаю, конечно. Но были же признаки, правильно? Ну в состоянии у него было как вот не выспавшись. Понимаете? Одно дело не выспавшись, а другое дело с тремя пьяными друзьями. Понимаете? Дверь, это вообще разница? В месяц. У меня есть обязанность. То есть если я месяц, два-трех, то есть лично оформляю. То есть не то, что это там какая-то статистика, просто я за себя знаю. И что думаете, я бы опять же, под камеры вверх, что кого-то отпустил бы, что же, будь он сотрудником. Нет. Ну камеры-то исчезли потом, видите? Да какая разница? Вот это факт. Ну да. А вы как подпродували его? Под понятых или под видеозаписи? Все, я его проверил, в состоянии. Посадил на автомобиль, проверил состояние. Не, ну как, в продувку-то делали? Не продували. Не продували его? – Я проверил его состояние. Ну как вы проверили состояние? Это так понятно. Да сегодня не продували его? Не продували его! Вот это да. Не foiвел его признаков опьянения. Да вы что aquele? Да вы серьезно? Полицейский? А ради интереса просто можно было это сделать. Слушайте, я был защитником в двух делах. Я имею право проверить документы. Нет, просто так не имеете права. Не, не. 106-й фунт должен быть основан. 84-я причина. А, причина еще остановки должна быть. А вы подошли к стоящему автомобилю, проверили документы. Полицейские, вы не обижаетесь, но вы на себя получите заявление в Следственный комитет. Это правда. Это как? Пусть проверяют вас, потому что это дичь. Я честно скажу. Тут до этого у нас продували водителя, у которого не было никаких признаков абсолютно, но сказали, так положено. Вот до этого, вот буквально сегодняшний, на этом же месте. Да, что-то непонятно. Вот. При этом, когда на водителя указывают, что он пьяный, полицейский сам. Никто не указывал полицейскую. Ну как так, если... Ну вы это в Следственном комитете, конечно, объясняете, но на комментарии можете не обижаться. Вы сами понимаете, что это будет. Да я помню. То есть, ну надо было хотя бы в моем, в моих глазах, при ситуации той, которая была, да? То, что он пьяный, ну, во-первых, ходил, дергал, его не то, что не задержали. Я вам рассказываю, он пояснил, что у вас до этого с ним конфликт был оказывается. Конечно. Да? Он подошел и за шнур рванул. Ну, я говорю, конфликт у вас был. У меня не было. Ну, пояснил. Так самое интересное, что... Я стоял, подошел сзади и за шнур. Ну, что при полиции он сел за руль, да еще и прохожий человек вот тут стоял из этого дома, подошел к вам, сказал сознательно. И прохожий человек был здесь, но и с прохожим человеком он тоже тут потом пришел, прохожий человек, и он убедился. Что он трезвый? Да, да, да. А как вы, вы доктор? Не доктор. Ну, вы что спросили? Я садил в машину, ну, как, мы тоже выявляем. Правильно, садил в машину, понюхал ее. Здесь нет. Это удивительно, инспектор. А вдруг у вас нос был заложен в этот момент, инспектор? Я... В медицинской я прохожу каждый раз, когда он выступает. Нет, а заложен может быть. Ну, или перепутали, например, куча запахов вокруг. Нет, поэтому мы сажаем в автомобиле, чтобы не было никаких запахов. Ну, у вас же не камера для проверки специальная. То есть у вас же... Согласен. А вы? Вы разве имеете право так делать? Я имею в виду, это же... Подозрения, когда имеете? Подозрения есть. У меня было даже, я вам обратился, что было. Надо было обязательно проверить. То есть от него явно разил алкоголем, и он ходил еще не по прямой линии. Я же вам это заявил. Я объясняю. Таких много, наверное, политиков. Нет, ну хотя бы просто можно было проверить. Сейчас, сейчас я пойду. Да. Я все понимаю. Можно вашу фамилию узнать? Можно было бы... Фамилия моя будет материал. Нет, ну вы сейчас скажите. Александр Александрович, инспектор ДПР. Как фамилия? Алымов Александр Александрович. Александр Александрович, все, Алымов. Спасибо большое. Хотя, наверное, нет... Ребят, я понимаю бы, он его продул, да? Там, показало бы нули под понятых или под видеозапись, да? Ну просто. То есть указывают, что он пьяный, что он ходил с перегаром тут, неадекватно себя вел, потом еще и за руль сел. И он еще жевал жвачку и говорит, я не водитель. А потом, после этого, после разговора о том, что почему там считают охреневшими мусорами и мусорским беспределом, вот этот же инспектор просто его не продул. Ладно бы нули показало, но он просто его не продул. Он говорит, а я, говорит, не увидел признак. Дичь какая-то вообще. До этого водителя продували вообще просто так. Хотя никто не просил, никто не заявлял об этом инспектору. Его продували просто так, и он согласился. А этот какой-то чел, там в комментариях, кстати, в прямом эфире писали, что он опер какой-то там из МВД. Вот. И его не продули все. И при этом Алексея увезли, да? Я там за ним поехал в отдел. И не продули. Видите? Вообще не продули. То есть это дичь какая-то, ребят. Вот этот Алымов, он получит на себя заявление в Следственный комитет. Я не шучу, это дичь. При стольких камерах он такую херню несет. Ну извините. Но пишите об этом в комментариях, что думаете. Как бы я вот, я не могу прилично высказываться вообще такой компетентности сотрудник. Вообще дичь какая-то. А пьяный за рулем, ребят, это потенциальный убийца. Это даже не пешеходная зона, вот эти вот там какие-то, ну, там, допустим, мелкое какое-то нарушение. Хотя оно тоже несет общественную опасность, да? А пьяный за рулем это реально потенциальный убийца. То есть к этому надо относиться весьма серьезно. То есть даже если кажется, там кому-то показалось, то лучше все-таки перебить, чем не добить. А тут просто отпустить его, ну это дичь. Так, ну все, уезжает инспектор, да? На этом заканчиваем рейд. Вот такой был рейд. Сегодня 10 машин осталось. Ну, пробили по базе, к сожалению, не удалось. Установить всех. Четырех телефон был получен водителям. Но не ответили на телефон. Ну, наверное, спят, время уже поздно. Вот так все сделали то, что могли. Надеемся, что в администрации увидят и как можно быстрее отреагируют на... Ну, чтобы сделать реконструкцию в будущем. Вот так, надеюсь, произойдет. Что, друзья, вот такой вот у нас рейд был в городе Воронеж совместно с Алексеем Чмординым. Наш надзор в канал. Ну, а вы, ребят, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Алексея. Поставьте этому видео лайк. Напишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну, и подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал, группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем удачи, всем пока. Боретельцы и права.